Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Вербицкий. Это программа «Бизнес-класс» на Finam.fm. Как и обычно, как и всегда, как и каждый будний день, будем обсуждать вопросы, связанные с бизнесом, вопросы, связанные с предпринимательством, ну, в основном, наверное, с малым и средним предпринимательством. И, в общем, все то, что имеет отношение к бизнесу, имеет отношение к созданию своего какого-то денежного потока за счет именно своего бизнеса. Сегодняшняя тема, ну, я думаю, что мы будем в основном говорить о здоровье, бизнесе и личной эффективности. Мне кажется, что это как-то связано, но мои гости могут меня поправить. Сейчас я их представлю. Анастасия Юсина, президент компании «Страта». Компания «Страта» управляет сетью фитнес-клубов «Оранж» и сетью фитнес-клубов «Сити». Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы нас посетили снова. Вадим Малкин, основатель и управляющий партнер проекта easymeal.ru, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Ну что ж, и как бы оба моих гостя связаны с здоровым образом жизни. Фитнес, естественно, у нас ассоциируется со здоровым образом жизни, ну и с здоровым образом жизни, ну и, конечно же, правильное питание. То есть это две части, вот две как бы вещи, которые, наверное, самые основные в поддержании здоровья. Итак, напомню, телефон прямого эфира 495, это код города 6510996. Либо можете написать на сайт Finam.fm, там же идет прямая трансляция, можете посмотреть, как выглядят мои гости, как выгляжу я, ну и написать какой-то комментарий на сайте. Итак, что у нас сегодня из интересного произошло, из интересных бизнес-событий? Ну вот то, что мне показалось интересным, на самом деле, с учетом того, что фондовый рынок у нас практически никуда сегодня не продвинулся, в этом плане событий интересных нет. Ну а что касается каких-то новостей, то, ну, наверное, самая основная новость последних дней, это объявление IPO, объявление о намерении провести IPO компании Megafon. Проводить он будет, проводить эта компания IPO будет в России, а также в Лондоне. Ну, у нас, на самом деле, очень многие компании хотят провести IPO на этот год, в том числе Юж Урал Золото, Восток Энерджи, Сибийский Антрацит, сотовый ритейлер Связной, система ГАЛС, ну, в общем, много всяких компаний, которые хотят разместиться. Коллеги, Анастасия, вы не думаете про IPO? Мы уже прошли этот этап, когда мы думали об IPO, вот, мечтали об IPO и пытались расти ради роста. Нет, уже прошли, уже не хотим. Все-таки способ привлечь деньги дополнительный, как-то сейчас такая мода на IPO есть. Прошла уже эта мода на IPO. То, что вы говорите, конечно, видимо, она снова появляется. Ну, да, в 2007 году активно думали об IPO и строили компанию с прицелом на то, чтобы выйти на IPO. А в определенный момент я лично для себя поняла, что это не мой путь, мне это неинтересно. Ну, как, смотрите, столько интересных компаний. Модный континент, ВКонтакте, Евроцемент, Дилер Независимость объявили о том, что они хотят в этом году IPO провести. Ну, что-то вот завершено IPO, наверное, только MVideo, да, и что у нас, и Сбербанк немножко еще продал своих акций. Кстати говоря, по поводу медицинского сектора и сектора, связанного со здоровьем, компания MDMG также желает провести IPO. И, кстати говоря, уже есть данные по размещению. Ориентируется компания на 11,5-12,5 долларов за, собственно, одну депозитарную расписку. Вот так сообщили рейтерс-источники, близкие к размещению. Кстати говоря, ну, состав компании, если вы не знаете, я на самом деле, честно говоря, поскольку на этом рынке не совсем осведомлен о том, что происходит на этом рынке, я даже не знал, но вот такая компания, оказывается, первая из вот этого сектора хочет провести IPO. Кстати говоря, еще МЕДСИ, знаете, тоже такая компания, да, со здоровьем связана, тоже. Айфо-системы принадлежат. Да, они тоже хотели провести IPO. Ну, вот MDMG, что это такое? Это компания, которая создана в 2010 году. Туда входит перинатальный медицинский центр на Севастопольском проспекте, сеть клиник мать и дитя, больница в Лапине в Одинцовском районе Московской области, клиники Ивамед, Деламед и Листом, 60% клиники здоровья. То есть, вот видите, даже компании, которые связаны со здоровьем, уже стремятся, как бы, выйти на IPO. Кстати говоря, вот интересно, если взять, там, топ-5 компаний вообще мировых, у нас там Apple, Microsoft, Google, ну, вот такие компании. Почему нет каких-то конгломератов, связанных со здоровьем? Вот я не понимаю, например. Есть. Ну, вот какие, например? Есть масса, ну, на самом деле, здоровья, если мы говорим о фитнес-индустрии, да. Почему нет корпорации огромной, которая бы, вот, была как Microsoft, знаете, но которая была бы связана со здоровьем? Почему вот IT-индустрия вот так вот таких гигантов рождает, а вот такая индустрия, как здоровье, почему-то нет таких компаний? Не таких гигантов, но есть, конечно, и Accor Group, который принадлежит сети фитнес-клубов, и Vodafone, Vodafone голландский, которому принадлежит там Хелсон-сети, большая сеть. Ну, Vodafone, это же все-таки сотовая... Ой, Vodafone, нет, нет, извините, пожалуйста, не Vodafone, сейчас я вам скажу, сейчас вспомню. Вот старость, видите, да-да, здоровье. Ну, по крайней мере, вот знаете, такие компании, которые бы стоили там 100 миллиардов, например... Waterland. Waterland, да. И сколько она стоит, не знаете? Не, не знаю. Ну, наверное, не 100 миллиардов, все-таки поменьше, скорее всего. Ну, это вопрос объема, это вопрос глобализированности сектора, потому что IT-сектор, он предельно глобализирован. Айпады продаются, и айфоны практически везде одинаковые, различаются только приложения, там, по языку, например. Ну, подождите, а здоровье, как бы, каждый человек думает о здоровье, нет? Не совсем так, потому что, например, ну, как бы, я не буду вторгаться в тему моей коллеги, которая гораздо больше ориентируется, чем я. Я могу сказать, что, например, еда, это, в общем-то, довольно-таки локализованный бизнес, то есть еда в основном потребляется там, где она производится, за исключением, естественно, импорта, да, но как бы в основном это местные бренды, это доверие местным брендам, это местные рецепты, местная культура потребления еды. И что касается питания, да, то здесь даже производство не достигло такого масштаба глобализации, как, например, в IT-индустрии. Ну, антиглобалисты бы с вами поспорили, да, потому что Макдональдс, Кока-Кола, Пепси, это их первые. Я вот как раз и хотел сказать, если есть какая-то глобальная еда, она, конечно же, вредная. Безусловно. Гамбургеры, чизбургеры, Кока-Кола, а то, что полезное? Ну, подождите, а Старбак, да, тоже. Конечно, не полезное тоже кофе, но... Кофе, нет, это есть, конечно, что вы. Кофе является естественным стимулятором в меру, в меру, конечно, но... Ну, это как Red Bull стимулятор, да, он тоже... Нет, это естественный стимулятор, Red Bull... Кофеин, там, медики по этому поводу довольно-таки нейтральны. Некоторые говорят о том, что он даже полезен, потому что, ну, в чайе, например, кофеин, никто не оспаривает то, что в чайе он полезен. Мой тезис, на самом деле, не в том, что отсутствует глобализация в пищевой индустрии, она присутствует, просто она не такая, как в IT-секторе, и за счет этого эти ограничения, они естественные. То, о чем вы говорите, глобальные конгломераты, у них есть доля рынка, но им не принадлежит там 80% или 90% рынка. Если бы в России, там, допустим, столько же, сколько местным производителям еды доставалось местным производителям IT, там, hardware и software, да, то тогда бы, как бы, был бы совершенно другой разговор и совершенно другая структура рынка. Но по-прежнему это Microsoft, по-прежнему это тот же самый Apple и так далее. Вы не покупаете все-таки компьютеры себе российского производства, да, поэтому... Ну, некоторые компьютеры собирают, да, в России, и, в принципе, их можно купить. И, я думаю, что даже в основном люди покупают как раз российскую сборку. Ну, более того, да, есть очень удачные бренды, как раз там Lenovo или какие-то роверы, которые были раньше. Да, кстати, Lenovo, сегодня вот как раз вышла новость в Интерфаксе, что Lenovo обошла HP и стал лидером рынка ПК по версии Gartner. Я тоже сегодня это слышала, и поэтому Lenovo первой... Знаете, даже Lenovo, это же бывший IBM, соответственно, вот Lenovo, Китай, китайцы обошли HP, обошли компанию, которой 73 года, и забрали, в общем, лидерство на рынке ПК. Вот так вот, китайцы молодцы. Хорошо, давайте вернемся к здоровью, бизнесу и личной эффективности. Собственно, я считаю, что это вещи абсолютно точно с собой связанные. Почему? Потому что, ну, моя логика такая. Если ты здоров, ты, соответственно, активен. Ты активен, у тебя повышается личная эффективность. Если у тебя повышается личная эффективность, ты стремишься полностью реализоваться. Как можно полностью реализоваться? Ну, как один из очень хороших вариантов полностью реализоваться, это создать свой бизнес. То есть это такая амбициозная затея – создать свой бизнес, который, как мы знаем, требует определенных усилий, энергии. Люди, которые создают бизнес, вот у меня в студии уже было много таких людей, и все они говорят, что они работают с утра и до ночи. И, в общем, не знают роздыху, что называется. Для этого требуется хорошее здоровье, как минимум. Либо для хорошего здоровья необходимы какие-то средства для его поддержания. То есть что это такое? Как мы уже говорили, это еда, которую у нас представляет сегодня Вадим, и, соответственно, спорт, который у нас представляет Анастасия. Недостаточно, к сожалению, активного образа жизни и правильного питания. Еще третий компонент, который никто не отменял, называется полноценный отдых. Без этого никакой не будет ни личной эффективности, ни здоровья, ни хорошей физической формы, ни энергии. Ну, отдыхать, да, это как бы, в принципе, как правило, отдыхать у нас все умеют или думают, что умеют на самом деле. Но поговорим чуть-чуть позже, потому что у нас сейчас будут новости, а вот после новостей уже и продолжим эту тему. Продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Говорим о здоровье, о бизнесе, о личной эффективности, о том, как это все связано и как это влияет, собственно, на способность делать деньги. Вот два компонента, которые я назвал. Это, соответственно, еда и это спорт. Представляют, собственно, мои гости. Анастасия Юсина, президент компании «Страта». Компания управляет сетями фитнес-центров «Оранж» и «Сити». И Вадим Малкин, основатель и управляющий партнер проекта «EasyMill.ru», который занимается тем, что доставляет, производит и доставляет полезную еду. Здоровую и диетическую. Здоровую полезную еду. Вот так вот. Ну, еще тот компонент, который Анастасия добавила, это хороший отдых есть. Но с отдыхом, кстати, здесь такой вопрос. Но у нас люди вообще умеют отдыхать? Как вы считаете? Полноценный сон. Полноценный сон в данном случае. Когда я говорю «отдых», я говорю «полноценный сон». А, ну, это понятно. Потому что это гормональная регуляция. В принципе, несложно. Ну, вы знаете, я с клиентами, на 60 тысяч клиентов, да, с каждым из них. Пытаешься пообщаться, не со всеми получается. Ну, приходите, тренируются три раза в неделю, четыре раза в неделю. Ходят, тренируются. Вроде говорят «не ем ничего», ну, что неправильно, потому что надо питаться регулярно и полноценно, да, и… Ну, говорит «не худею», хуже себя чувствую. Я говорю «Сколько вы спите?» Ну, 3-4 часа, я же много работаю. Ну, о чем мы говорим? То есть, человек не спит, и поэтому у него нету того полноценного эффекта, который бы он бы получил, если бы он нормально бы спал. Хорошо. Я думаю, что как раз в этот момент правильно объявить телефон прямого эфира. 495 – это код города 6510996. Говорим о здоровье, бизнесе, личной эффективности. Можете позвонить в студию, написать на сайт Финам.фм, задать некое направление беседы, либо задать вопрос моим гостям. Итак, что у нас касательно бизнеса в области здоровья происходит? Ну, на мой взгляд, есть некоторые определенные конкретные тренды, которые позволяют предположить, что бизнес в области здоровья будет расти и развиваться. Поскольку у нас, во-первых, растет благосостояние людей, то есть, это позволяет им все больше и больше времени и энергии и денег тратить, собственно, на такие вещи, как здоровье. Это первый момент. Потом у нас происходит естественное старение населения. А чем старше человек, тем больше он как-то озабочен своим здоровьем. То есть, понятное дело, что человек в возрасте 20 лет, но мало людей думают, о, как бы мне со здоровьем как-то что-то наладить. И 30 тоже, да. А вот 50 уже как-то ничего не сделаешь. Это 50 у нас уже многие не доживают, потому что мужчина в России 56 лет живет. Хорошо, но это все-таки... Это нехорошо. Ну, да, это нехорошо, конечно, но эта цифра хорошо, что она ползет вверх. Она ползет вниз. Ползет вниз даже так. Есть какая-то прям вот статистика ужасающая? Чтобы не говорили, конечно, наши официальные власти, статистика ужасающая за последние годы. Средняя продолжительность жизни и мужчина-женщина падает. Мужчина живет 56, женщина живет 65. В Америке для сравнения мужчина живет 79, женщина 81. И мы не идем в ту сторону Америки, мы идем в ту сторону куда-то... Мы утверждаем, что мы чуть-чуть повышаем, но на самом деле это совсем не так. И посмотрите, сколько, ну просто посмотрите, сколько известных людей в 40-50 лет умирают. Нет, ну понятно, статистика это статистика, если брать какие-то отдельные примеры, здесь может показаться, что, потому что, вы знаете, у нас новости основаны на том, чтобы людей испугать, как-то эмоциональный какой-то отклик вызвать. Поэтому везде негатив, поэтому мы, естественно, видим один негатив. Смотрите, а сельское население, уровень медицинского обеспечения, да, то, что в Москве-то, по-моему, начали стены ставить 5 лет назад. Вот тогда, когда в Америке в любой поликлинике теперь стены поставят, и после сердечного приступа люди через 2 недели уже в теннис играют. Проблем-то много в области здоровья, и прежде всего это отношение государства к проблеме профилактики, к проблеме здоровья, конечно, к квалификации врачей. Ну, я думаю, что все-таки в основном в мире есть некий тренд, что все-таки, скажем так, все становится лучше, поскольку появляются и новые способы лечения и так далее. То есть появляется куча и возможностей, скажем, накормить голодных, у нас есть страны третьего мира, которые потихонечку развиваются. А вы знаете, кстати, сколько людей в фитнес-клубы в России ходят? Не знаю, вот, кстати говоря, скажите на. В Москве 3%, а совокупно в России меньше 1%. Меньше 1%. В Соединенных Штатах Америки 16,8%, в Европе среднее 9,8%, в Голландии тоже 17%, в Англии 18%, а в России меньше 1%. Но подождите, все-таки не обязательно, что если человек в фитнес-клуб ходит, то он не ходит, то он не занимается своим здоровьем. Может быть, он занимается, ну, скажем, дома. Где? Во дворе, на турниках. Вы много видите во дворе на турниках. В огороде копает лопатой. В огороде лопатой недостаточно, конечно, безусловно. Люди, которые могут вести активный образ жизни, потому что они связаны с этим по работе. Это сельское хозяйство, там, шахты, тяжелый физический труд, сколько и в процентном отношении, да, и действительно, немного в процентном отношении. И так, чтобы это очень полезно было бы для здоровья, шахты и тяжелый физический труд, это все-таки... Ну, сельское хозяйство, сельское хозяйство нормально, наверное, да, все остальное... У меня вот, например, родители ездят на дачу и там, соответственно, занимаются физическим трудом. Суббота, воскресенье. Ну, нет, они, поскольку уже на пенсии, они ездят чаще. А сердце они развивают, они бегают, они занимаются дыхательной гимнастикой. Ну, мне кажется, все-таки какой-то там определенный труд на свежем воздухе, это... Это недостаточно, это недостаточно. Сердце должно работать. Есть определенные рекомендации, медицинские рекомендации о физических нагрузках, которые необходимы взрослому человеку. И когда мы говорим о тренировке, мы говорим о достаточно длительной по времени работе вашего сердца определенно в определенном сердечном ритме. Да, и это там начинает с 130 ударов в секунду. Хорошо, до этого дойдем. Анастасия, у меня тогда к вам глобальный вопрос. Если вы считаете, что все, так сказать, тренд, наоборот, негативный, то есть люди умирают раньше, соответственно, заботы о здоровье нету, всего лишь 3% ходит в фитнес. В Москве. Почему же вы тогда решили открыть этот бизнес? Ну, во-первых, потому что тогда, когда мы начинали, в Москве меньше 1% занималось, да, и за 10 лет эта цифра увеличилась в 3 раза. Вот, рынок вырос в 3 раза, рынок-то расти будет. Если рынок в самом низу, то он будет расти. Ну, вы же правильно сказали, понимаете, те люди, которые приходили, те, кто начинал заниматься предпринимательством 20 лет назад, они начинали в 20-25 лет, сейчас им 40-45. Ой, как умирать-то не хочется. А у тебя уже все болит, ты чувствуешь, что ты себя гораздо хуже чувствуешь, ты идешь, снимаешь кардиограмму, ты видишь, что у тебя уже там все не так, и тут же и приоритет, и время находится. Угу. То есть, сейчас вы видите, что есть приток вот именно тех людей, которые 20 лет назад стартовали, сейчас поняли, что надо заниматься. Ну, приток всегда был в наших клубах, когда мы открываем клуб, но на где-то 60-70% людей приходят, которые никогда раньше не тренировались в других местах, потому что спроса, конечно, больше, чем предложения. Другое дело, что мотивация людей тренироваться, она достаточно низкая, потому что лень, всем лень. Угу. И если мы выходим на улицу и подходим к людям, да. Про мотивацию чуть позже поговорим. Вадим. Ну, я могу сказать, что... Что скажете по поводу глобальных трендов? Глобальный тренд, на мой взгляд, следующий. Он не уникален для России нисколько, да. Происходит действительно богатение населения, появление нового, среднего класса и новых богатых, и это проходит в следующей стадии. Сначала люди начинают зарабатывать, и начинается период так называемого показанного употребления. Они экономят на еде, но покупают себе дорогие автомобили, там самые дорогие пиджаки, которые только можно, и стараются показать, что вот они могут себе что-то позволить. И при этом они плюют на собственное здоровье, потому что это для них не самое важное. После этого начинается следующий этап, когда у них происходит переоценка ценностей, они понимают, что на самом деле важно не то, в какой ты одежде, на какой ты машине ездишь, а важно то, какое качество жизни у тебя на самом деле есть. Они начинают жить для себя потихоньку, и в этот момент и идет переход к потреблению более важных и более здоровых вещей, как в плане услуг по организации свободного времени, здоровья и питания, так и во всех остальных сферах. Они перестают потреблять для окружающих и начинают потреблять для себя. И в этом смысле Россия в самом начале пути, я согласен с Анастасией, что цифра 3% для похода в фитнес-центры, это безумно мало, но это означает, что наш потенциал сверху, он огромен. И то, что тот факт, что действительно этот рынок растет, условно говоря, по двузначным цифрам в год, то это как бы очень хороший показатель. Рынок растет, рынок здоровой еды, вы имеете в виду, или в целом рынок товаров для здоровья? В целом товаров и услуг для здоровья по развивающимся рынкам, где возникают новые богатые, скажем так, он растет в двузначных цифрах, показатели роста. В развитых странах эти цифры гораздо более скромнее, потому что те люди, которые сосредоточены на здоровом образе жизни, те, которые заботятся о себе, они уже как бы, эта страта людей там сформировалась, приток есть, но он не такой огромный, как в развивающихся рынках. Ну, то есть мы потихонечку становимся в этом плане похожими на западные страны, где люди, ну, там, условно, Уоррен Баффет не пытаются показушно что-то там продемонстрировать, но, тем не менее, вкладывают в некие такие базовые ценности, здоровый образ жизни, какая-то скромность и так далее, то есть вот это все. И вы как раз открыли бизнес именно для того, чтобы попытаться оседлать вот этот вот тренд. Да, наша целевая аудитория – это те люди, которым важно, что они едят, и не важно то, сколько стоят там салфетки и скатерти в пафосном ресторане, в который они пришли показать, что они могут себе это позволить. В пафосном ресторане тоже может быть здоровая еда, и люди, в принципе, могут выбирать здоровую еду, если у них есть достаточно знаний, а что такое здоровая еда, а что такое нездоровая еда. У меня тут показательный пример был в офисе. Я лекции регулярно читаю о здоровом образе жизни, питании, потому что вообще, на самом деле, вы занимаетесь великолепным проектом, потому что никакие фитнес-клубы, никакая медицина не заменит того, что мы делаем с собой постоянно. И я все время говорю клиентам, что даже если вы регулярно тренируетесь, да, 3 часа в неделю, там, 12 часов в месяц, у вас остается, ну, 12 часов, 3 часа, да, 3 часа в неделю, 12 часов в месяц, у вас остается еще очень много времени для того, чтобы испортить весь результат, если ты не будешь полноценно есть. Вот, но люди не понимают. Я прочитала один раз такую лекцию, прихожу к сотруднице, подхожу к ее столу, она мне говорит, Анастасия, я вот вас послушала, я послушала, я, видите, действительно на белковую пищу перешла. Я смотрю, у меня пастила лежит. Я говорю, вот это? Она говорит, ну да, это же из молока, да? Это же из белка? Понятно, то есть мало того, что мало желать, надо еще знать конкретно, а что, собственно, делать. Ну вот есть статистика в ЦИОМ, опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах России. Выводы следующие. Россияне не забывают заботиться о здоровье, но в основном эта забота сводится к отсутствию вредных привычек. Вот так вот. То есть если не курите и не пьете, уже считайте, что заботитесь о своем здоровье. Почти столько же россиян стараются всегда обратиться к врачу в случае болезни. Вот тоже такой момент. То есть если болеем, то обращаемся к врачу. И в моменты россияне стали больше уделять внимание правильному питанию. Правильно питаться старается каждый пятый. Вот, Вадим, это для вас информация. А в 2008-м каждый шестой старался. Что они вкладывают в это понятие, да? Вопрос, да, абсолютно правильный. Замечание, мне кажется, там уровень, как Анастасия совершенно правильно заметила, уровень понимания людьми того, что такое правильное питание и правильные нагрузки физические тоже, да, он безумно низу. То есть здесь ловерды, потому что мы с нашим клиентом очень часто объясняем, что недостаточно правильно питаться, вам еще нужно для того, чтобы... Я вроде ем правильно, но не худею, да? Потому что, чтобы у вас был правильный метаболизм, правильный обмен веществ, вам нужно еще не сидеть там с утра до вечера у компьютера. Вам нужен свежий воздух. Закон сохранения энергии никто не отменял, да? Такой коротенький вопрос к каждому из вас. Вот вы сначала этим увлеклись и потом решили сделать из этого бизнес? Или сначала решили сделать бизнес, а потом поняли, что вот именно в этой области? Я профессиональная спортсменка, я в этом жила, я... Ага. Хорошо, а Вадим? У меня просто так сложилось, что в определенный момент я очень сильно растолстел, бросив курить, а потом похудел на 30 килограмм, и мне как-то понравилось. Стал ходить в спортзал тоже, и как-то мне понравилось... То есть сначала увлеклись, а потом уже решили сделать из этого бизнес. Хорошо, продолжим эту интересную тему уже после новостей. Оставайтесь. Вторая часть бизнес-класса на Финам.ФМ начинается сейчас 17 часов 31 минута. Обсуждаем здоровье, бизнес и личную эффективность. То есть вещи, на мой взгляд, и, наверное, на взгляд моих гостей, весьма друг с другом связаны. Не знаю, вот как наши радиослушатели считают, но хочу сказать, что как бы они ни считали, у нас работает телефон прямого эфира, вы можете позвонить и, собственно, рассказать о том, как вы считаете, что у вас... какое у вас мнение. 495 – это код города 6510996, либо сайт Финам.ФМ, там можно написать комментарий. У меня в гостях Анастасия Юрьевна, президент компании «Страта», управляющей фитнесами «Оранж» и «Сити», и Вадим Малкин, основатель и управляющий партнер проекта «Изимил.ру». Итак, фитнес и здоровая еда, но мы еще сказали, что отдых. Собственно, как мы выяснили, оба моих гостя стартовали бизнес, потому что сами начали сначала этим заниматься, стали в этом, ну, что называется, разбираться неплохо, да, как минимум, и после этого решили сделать на этом деньги. Фитнес-клубы и здоровая еда. Ну, мне кажется, есть некая взаимосвязь определенная между здоровьем человека и его благосостоянием, как вы считаете? Безусловно, безусловно. А как же вот банкиры, которые там с пузиком ходят, попыхивая трубкой или там сигарой какой-то, вот этот распространенный образ? Ну, здесь скорее кривая не линейная зависимость, да, чем богаче, чем здоровее, да, там нет такой зависимости. Зависимость, скорее, она такая по кривой, да, потому что там совсем бедные люди, которые находятся за чертой бедности, у них просто, они живут в ужасных условиях, и они не могут себе позволить там необходимого пропитания для того, чтобы вести здоровый образ жизни. У них не хватает на это денег. Люди, которые там зарабатывают слишком много и слишком много сосредоточены на том, чтобы зарабатывать, да, у них не хватает времени на то, чтобы, времени и желания на то, чтобы там... Желание, времени, послушайте, регулярные тренировки, это 3 часа в неделю, 12 часов в месяц, в месяце 720 часов, 1,6% времени. Это оправдание. Кто хочет, найдет возможность, кто не хочет, найдет оправдание. Это же известные психологические аспекты. Если есть мотивация, найдется время. Если мотивации нет, времени не найдется. Могу сказать, что абсолютно точно я увидел связь между эффективностью личной и занятиями спортом. Когда ты занимаешься спортом хотя бы там час в день или там полчаса даже, очень сильно повышается вот именно и желание, и возможность делать дела. Возможность. Тонус повышается просто. Ну, повышается, изменяется ваш гормональный баланс, изменяется ваша готовность организма восстанавливаться во время того же сна. То есть мы же, как бы нам не хотелось говорить, что мы существа разумные, мы животные, у нас есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Это гормоны, это метаболизм, да, мы можем повлиять, только вернувшись к тому, что в нас природа заложила. Нам необходимы физические наброски, нам необходимо ограниченное питание. Мы едим гораздо больше, чем мы должны есть. Послушайте, то есть вот если, вы знаете, что современный человек потребляет 50-60% калорийности с напитками. В банке Кока-Колы 35 грамм сахара, 7 ложек, 7 ложек сахара. Кто даст, какая здоровая мама размешает 7 ложек сахара и даст ребёнку? Нет, конечно. А Кока-Колу можно, мам, ну окей, одну, ну вот прям вот одну и больше не нужно, да, не нужно. А там фосфор добавлен, из-за этого не тошнит. Буквально несколько советов тем людям, которые вот сейчас, послушав нас, задумались о личной эффективности бизнесменам, либо тем, кто хочет стать бизнесменом, либо люди, которые делают бизнес, там, может быть, на кого-то работая. Что надо делать? Вот банально, значит, несколько советов. Здоровое питание. Вадим, скажите несколько вот прям ключевых моментов, которые можно прям вот сразу начать делать. Да, можно перечислить их просто буквально по пальцам одной руки. Первое, это ограничить себя в калорийности. Количество калорий в день должно потребляться ровно столько-столько расходуется. Человек, который, мужчина, который ведёт сидячий образ жизни, такой нормальный габаритов, это где-то 2 с лишним тысячи калорий, женщина чуть поменьше. А голод у нас не регулирует это? Мужчина 1800, женщина 1500, всё остальное, это уже физические нагрузки. Вы говорите, то, что потребляет мужчина и женщина реально. То, что мы смотрим, написано на любой этикетке, где написано, исходя из 2000 калорий. 2000 калорий даже мужчине не нужно. Не нужно. Если вы не занимаетесь регулярно и постоянно вам не нужно 2000 калорий, 1800 – это средний габарит. А как вот обычному человеку с калькулятором считать этикетки, что делать-то? Во-первых, действительно, сейчас практически везде всё-таки калорийность указывается на этикетках. Поэтому там... В ресторан ты пришёл, но там не будет этого указываться. В ресторане, действительно, вот у нас... Какие-нибудь практические советы, вот как начать это делать? У нас на сайте всё указывается. Всё это очень просто, на самом деле. Должно быть 5 приёмов пищи, 3 полноценных, 2 перекуса. Последний приём пищи... Есть несколько вот, знаете, вещей, которые вот мозг нам забили непонятно чем. Ужин отдай врагу. Нельзя ужин отдавать врагу. Последний приём пищи должен быть за 3 часа до сна. Потому что, говорят, после 6 не ешь, похудеешь. После 6 не ешь, в 11 ложишься, в 7 встаёшь, у тебя полдня организм ест себя сам. Ну как? Ну нужны же... Нужны питательные вещества для восстановления. Есть 4 основных нутриента. Белки, жиры, углеводы, вода. Вот все они должны быть в определённой пропорции в организме. Акцент... Клетчатка. Клетчатка – это углеводы. Ну, часть. Клетчатка – это углеводы, и, соответственно... Там ещё сахара в углеводах. Ну, просто клетчатки должны быть не меньше... Хорошо, господа, но это слишком сложно для обычного человека. Вот этот рецепт не ест после 6, он простой. Это неправда, да. Это такие простые рецепты. Вот о чём и речь. Конечно, есть такие простые рецепты. Первый завтрак должен быть белковый, а не углеводный, как мы привыкли. То есть мясо, да, мясо, молоко. Творог. Творог. Творог, молочная каша, молочная каша. Нельзя вообще исключить углеводы. Каша – это же углеводы. Каша – углеводы, но молочная, я говорю, каша. Нельзя совсем исключить углеводы, поэтому углеводы обязательно в утреннюю пищу нужно добавлять. Завтрак белковый. Правило номер один. Через 2-3 часа перекус углеводный. Углеводы делятся на хорошие и плохие. Есть списки, это совсем несложно, можно себе написать. Едим кашу, потом перекус булочки. Не булочки, как раз не булочкой. Не булочки, цельный зараналовый хлеб, каши и овсяные преимущественно. Это так называемый долгий углевод. Хорошо, давайте, чтобы не растекаться мыслью. Значит, первый момент, понятно. Еще какие? Не пропускать приемы пищи, ни в коем случае. Не пропускать завтрак. По статистике, человек, который пропускает завтрак, в итоге съедает на 10% калорий больше. Наверное, пить не кока-колу, а воду. И тратят меньше гораздо в течение дня. Потому что метаболизм должен разогнаться с утра. Потому что можно ограничивать еде. Но самое основное, научить свой организм больше тратить состояние покоя. Вот это основное, на самом деле. Потому что мы не можем физическими нагрузками сжечь все то, что мы все равно нездорово питаемся. Мы ходим в рестораны, мы хотим получать удовольствие. Мы хотим выпить лишний бокал вина. И есть масса всего, что нам хочется себе позволить. Будем себя в этом ограничить, но фанатиками станем. Ну зачем? Живем же не для этого. С питанием, ну окей, более-менее понятно. С спортом какие-то вот... Силовые нагрузки. Силовые обязательно. Силовые нагрузки, да, обязательно силовые нагрузки. Кардионагрузки тоже нужны, потому что сердце это самое важное, конечно, что у нас есть. Но бегая на дорожке, вы тренируете только одну, да, самую важную, всего одну мышцу в вашем организме. Как она где? Сердечную. Как бы мышцы ног. Бег же это же тоже. Практически нет, потому что вы же не бегаете так, чтобы прям тренировать их. Ну вот, ну, если вы не бегаете быстро. Обычно люди же в режиме такой прогулочной, прогулочного бега. Силовые тренировки то, что дает возможность увеличить как раз потребление калорий в состоянии покоя. Дает возможность иметь мышцы. Мышцы это то, куда откладывается наша гликоген, те углеводы, которые мы тратим в тот момент, когда мы не едим. Вот, и если бы люди понимали, что надо есть пять раз в день, два раза в неделю по 30 минут заниматься силовыми нагрузками и 45 минут заниматься кардионагрузками, то они жили бы гораздо дольше, чем они живут на самом деле, каждый из нас. Я думаю, что большинство действительно успешных бизнесменов ходят либо в фитнес-клуб, либо как-то каким-то образом занимаются спортом. Ну вот мне кажется так, потому что я сам ходил в фитнес-клубы и встречал там, ну, в основном бизнес-людей. Вы встречаете, безусловно, в фитнес-клубах бизнес-людей. Ну вот я владелец большой сети фитнес-клуб. Я смотрю среди моих друзей, да, то есть понятно, что это не общий эссенсус, да, что это определенная выборка финансовая и так далее. 5%, 6%, ну 10% максимум людей регулярно ходят и тренируются. Карточек-то есть, есть карточки, не ходят. Сколько средний человек ходит в фитнес-клуб в год, раз посещает? Средний, член клуба? Член клуба, конечно, вы же не член, не пускаете. Средний 50. 50 раз? Раз в неделю. А должен ходить два раза в неделю. Чтобы хотя бы отбить, да, то, что он заплатил за карточку. Знаете, я всегда клиентам говорю, ребят, ведь у вас, не надо мне говорить, что сколько вы платите, сколько стоит ваша карта. Хотели бы вы заниматься, вы же правильно сказали, не нужен фитнес-клуб, не нужен. Ты можешь то же самое получить, в принципе, во дворе, велосипед, бегая по лестнице, хоть подтягиваясь, отжимаясь. Другое дело, что ты не знаешь, как это делать, погода плохая, ты всегда себе найдешь отмазки. Фитнес-клуб это место, где, ну, у нас же есть такое, да, съесть на сумму подарок, правильно, уже заплатил, надо отбивать. Но люди не очень понимают, что им даже в фитнес-клубе-то делать. Вот они приходят, они ходят между этих тренажеров, им никто не подходит и не дают простой рецепт. Как вы правильно говорите, вот почему люди привыкли, это же после шести не ешь, похудешь, потому что просто. Никто не дает простые рецепты. Простой рецепт тренировок, простой рецепт питания. Все не так сложно. Хорошо, предлагаю двигаться в сторону бизнес-эффективности, поскольку вы люди, которые сделали бизнес на вот, собственно, на таком замечательном свойстве человека, стремиться к собственному здоровью. Ну, у нас даже тосты, собственно, наиболее популярны, это пожелания здоровья, хотя при этом, в общем-то, потребляется алкоголь, который не очень хорошо влияет на здоровье. У нас вообще в менталитете Емеля лежал, да, то есть Емеля на печи лежал, да, по щучьему железу, по щучьему велению, и вот тоже, давайте выпьем, и будем все здоровы. Русский фитнес. Так, давайте для начала просто. Анастасия, вы владелец бизнеса или наемный менеджер? Я владелец бизнеса. Владелец бизнеса. И бизнес, я так понимаю, частный и принадлежит там вам и еще кому-то, да? Бизнес уже стал частным, у нас были финансовые инвесторы, вот мы сделали менеджмент buyout, торговые марки. Хорошо, Вадим, вы как? У нас тоже принадлежит владельцам нашим. Сколько у вас процентов? У меня сейчас чуть больше половины. Чуть больше половины, а остальное инвесторы? Остальное нет, это остальное мои партнеры, вот, то есть мы, те, кто занимается, вот, мы однокашник по MBA, вот, мы вместе создавали этот бизнес, вот, и, значит... Давайте поговорим, вот, интересно, в интернете бизнес создать несложно, мы уже, в принципе, у меня в гости, уже много гостей было с интернет-бизнесом связанных. Вот сколько стоило вообще открыть сайт и заняться вот таким бизнесом, как доставка здоровой еды? То есть люди просто у вас могут получить именно еду, где посчитаны калории, ну и она, в принципе, в целом приготовлена так, что она является здоровой. Правильно я понимаю? Да, безусловно. Мы инвестировали очень много, даже не только в сам сайт, сколько в создание рецептуры, потому что там мы, например, вот, у нас создан уникальный в России диетический оливье, так, из которого мы ухитрились изъять всё в самое вредное, оставить всё самое полезное, и по калорийности он стал ниже в два раза, чем традиционный рецепт оливья, и вот там есть и белки, и очень правильный баланс клетчатки. А интересно это людям вообще, вот какой у вас сейчас оборот? Вы недавно, в принципе, запустились, но вот уже какие-то показатели можете рассказать? Ну вот, ну сейчас мы выходим на показатели, в принципе, мы только стартовали в июне. Я знаю, вы недавно начали, да. Поэтому как бы у нас там сейчас ещё фактически только третий месяц мы работаем. Сколько у вас заказов там в месяц? У нас сейчас в месяц в районе 500 заказов разовых и программа питания так называемая, когда человек покупает себе рацион на весь день, там все 6 приёмов, 5-6 приёмов пищи, которые у него предполагаются, утром ему приводятся, он в течение дня их ест. Вот, в принципе, как бы там это, ну растём мы примерно на 10-15% в месяц. Хорошо, ну 500 человек, 500 заказов в месяц. Хорошо, продолжим тему эффективности бизнеса, основанного на здоровье после новостей. Бизнес-класс продолжается, здоровье, бизнес, личная эффективность – сегодняшняя тема. Говорим с Анастасией Юсиной, президентом компании «Страта» и Вадимом Малкиным, основателем и управляющим партнёром проекта «Изимил». Допытываюсь я, допытываюсь детали бизнеса у Вадима, выяснили, что всё-таки «изимил.ру», сервис здоровой еды, где-то 500 заказов в месяц. Но вы недавно сортовали, в июне этого года. Какие показатели, на что вы хотите выйти в итоге? Ну, я могу так сказать, что наш расчётный показатель объёма рынка в Москве, в принципе, потенциального здоровой еды, это там в районе 80-90 тысяч человек. Те, которые так или иначе могут себе позволить и заинтересованы в приобретении этих услуг. А сейчас они, кто на этом рынке основные игроки? Ну, есть компания Аркадия Новикова, входящая в холдинг Аркадия Новикова, которая делает доставки вот так называемых программ питания, о которых я говорил, да, когда тебе утром приносятся коробочки. Но они не делают то, что мы делаем, когда мы привозим просто разовые доставки, обедов. То есть подписываешься на какую-то программу и тебе привозят, то есть ты не думаешь об этом? Да, да, да. Вот, значит, мы, ещё есть несколько компаний, которые тоже занимаются вот этими вот доставками программ многодневных. С точки зрения бизнеса это как бы более логично, потому что ты заранее знаешь, какие тебе продукты нужно покупать, как их готовить, у тебя нет рисков по запасам, ну, практически нет. И тебе клиенты платят за много дней вперёд, да, то есть у тебя есть ещё оборотный капитал и так далее. Мы решили рискнуть и выйти в зону разовых заказов тоже. Мало того, мы сейчас планируем развиваться и выходить на рестораны-партнёры, где бы люди могли по нашему меню в виде вкладки, которая будет в ресторане в виде вкладки в основное меню, да, прийти и заказать что-то, приготовленное по нашим рецептам, прокатать свою клубную карточку, и автоматически у них обновится дневник питания на сайте в их личном кабинете, и будет видно, сколько они за этот обед съели там белков, жиров, углеводов. Да, нужно быть очень мотивированным человеком, чтобы в ресторан с карточкой приходить. Ну, в кошельке оно же постоянно присутствует. Хорошо, Вадим, но какие-то финансовые показатели, на что вы хотите выйти? Есть ли какой-то бизнес-план, который вы для себя написали? Безусловно, безусловно, есть. Амбициозная цель, там, вот знаете, вчера был основатель сети КупиВип, не сети, магазина, интернет-магазина КупиВип, КупиВип. Вот, они хотят 20 миллионов доставок сделать в следующем году, а вот у вас что-то такое есть? Ну, у нас, как бы, такие планы довольно-таки консервативные и реалистичные, да, хотя амбициозные. Мы рассчитываем на, там, смоделированный рост по нашим возможностям рекламным и сетевым. Мы рассчитываем, что где-то в следующем году мы выйдем в районе тысячи доставок. Ну, то есть клиентская база у нас будет расти в среднем где-то 10, 15, 20 процентов в месяц. А вы уже окупились или еще только планируете? Операционная безубличность у нас ориентировочно настанет где-то через месяца полтора, вот примерно так. Так, судя по нынешнему росту, вот. Ну, и, соответственно, как бы инвестиции, которые мы вложили, мы рассчитываем, что в течение года, с того момента, года полутора у нас вернутся. То есть это такой вот стартап практически в чистом виде? Да, чисто такой стартап. Хорошо. Спасибо, Вадим. Анастасия, давайте теперь за вас возьмемся. Как у вас ситуация? Скажите, какие же у вас показатели? Стартап, у нас не стартап, у нас как раз процесс реорганизации, переосмысления и так далее. Вот, стартап, мы начинали вообще без инвестиций, начинали с мобильным телефоном, с компьютером и дома. Вот, это такой, знаете, американский тренажер, беговую дорожку. Консалтингом начинали, консультировали других, как открывать клубы, потом создали торговую марку, потом открыли клубы другим людям под торговой маркой, потом уже заработали денег, взяли клуб в аренду и так далее. Взяли в управление, потом взяли в аренду, потом привлекли и западных партнеров, они купили у нас 60% бизнеса, потом выкупили частично назад, потом выкупили полностью. Мы прошли все стадии, наигрались и в IPO, и в рост ради роста, и в международные аудиты. Мы в сухом остатке-то что? Очень удовлетворены, собственно, результатами существующего бизнеса. Сколько зарабатываете в год? Ну, примерно. Достаточно. Там порядок, можете сказать? Нет. Миллионы, сотни тысяч долларов, десятки тысяч долларов. Бизнес выходит на текущую рентабельность, в принципе, практически сразу. Инвестиции окупаются в течение трех лет, трех-четырех лет. Это эффективный бизнес? Это эффективный бизнес, если им правильно управлять. Я не знаю, вы до этого занимались какими-то похожими или не похожими, но другими бизнесами? Я не занималась бизнесом, я была топ-менеджером в очень крупной международной компании. Бизнесом я не занималась, я не настолько старая, насколько вам кажется. Я в 20-10 лет занимаюсь этим бизнесом, в 12, кстати, уже в 20, нет, в 11, в 29 лет создала свой собственный бизнес, до этого училась с чужие деньги, знаете, это очень полезно. Хорошо. Телефон прямого эфира 495, это код города, 6510-996, ждем ваши звонки, либо комментарии на сайт Finam.fm. Это программа «Бизнес-класс». Обсуждаем эффективность бизнеса, эффективность бизнеса, связанного со здоровьем. Ниши какие-то остались на рынке фитнес-клубов, клубов здоровья? О чем вы говорите? Какие ниши? Которые не заняты. 3% людей тренируются, у нас ниши 97% оставшихся. То есть можно открывать, открывать фитнес-клубы, это будет здорово. Открывать и открывать фитнес-клубы, это будет здорово. Это будет прекрасный бизнес, только им управлять нужно еще. Ну вроде бы у нас, смотрите, мне вот так кажется субъективно, конечно, что у нас очень много сейчас фитнес-центров появилось. 3% людей тренируются, понимаете? А тренироваться нужно всем. То есть некому ходить, в смысле некому? 3% всего ходит, а клубов много. Конечно, есть кому. Люди не хотят, люди, нет, они хотят. Вот то, что я начала говорить, вы меня остановили. А я уже начала, мне кажется, гельштадт закончен. Нет, не закончен, да, не закончен мой гельштадт. На улице, выхожу менеджером по продажам, с вами все время, говорю, выйдите на улицу, подойдите к человеку, скажите, вот физическая активность, для здоровья хорошо, вам все что скажут? Да. Вы тренируетесь? Нет. Почему люди понимают, но не делают? Да, есть две причины. То есть нужно создавать рынок, да? Создавать грамотность. Создавать грамотность должно государство, государство этого не делает. Государство это не делает, первое. Второе, государство не развивает специалистов, очень сложно найти специалистов в этой области. А клиенты не тренируются часто именно из-за того, что нет простых рецептов. Вы же сами это сказали. Люди должны прийти четко понять, чего мне здесь делать. Не забивайте мне колы, скажите, что делать, я уйду. То есть не только нужен абонемент в фитнес-клуб, но еще и человека надо ввести, чтобы иметь какого-то, чтобы он заказывал услуги инструктора, чтобы кто-то ему говорил, что делал. Не обязательно услуги инструктора, это может быть напечатанная программа, программа в интернете, но это должны быть знания. Эти знания должны даваться все-таки государственными учебными учреждениями. Хорошо, предлагаю послушать Алексея. Алексей к нам дозвонился. Алексей, здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый день. Если честно, я интересуюсь в принципе реальные параметры, потому что у меня пару знакомых занимались этим бизнесом, имеется в виду с фитнес-центрами, и пролетали очень здорово в ноль. И по отношению к таким бизнесам, как то парикмахерские или медуслуги для женщин, вот этот бизнес, он считается как бы менее интересным даже, чем вот такие вот клубы. Анастасия, это, наверное, все-таки к вам, как вот здесь. Ну, пролетали в ноль, давайте так, если предприниматель попробовал и вышел в ноль, это, наверное, уже успех, потому что денег не потеряли. Анастасия, пролетали, терялись. Анастасия, пролетали нерентабельно. Нерентабельно. То есть по прибыли с квадратного метра фитнес-центры, как они, то есть у них до этого были бизнесы, и этот бизнес был, в принципе, непрофильный для них. Они говорят, что... Которых ты не видишь, да, в чем, может, в аренду слишком дорогую зашли. Да, аренда безумная. Да, да, в аренду. Ну, так это считать нужно, и уметь обсуждать аренду, и не заходить в проекты, которые тебе кажутся привлекательные, но экономической составляющей там не будет. Ну, конечно. Хорошо, хорошо. Надеюсь, что мы ответили. Алексей, спасибо за ваш вопрос. Значит, эффективность должна быть, нам нужно учитывать много факторов. Ну, эффективность должна быть в любом бизнесе. В любом бизнесе 20% успех, и 80% ожидают неудачи, как правило. Вадим, как вы считаете, есть ли какие-то ниши вот в вашей области здоровое питание, которые не заняты, и которые сейчас интересны, может быть, для того, чтобы начать собственный бизнес? Ну, я бы сказал, что это сейчас вообще то, что называется зеленое поле. У меня знакомый, кстати говоря, начал торговать пророщенным зерном. Вот, знаете, тоже здоровая штука. Сказал, что спрос есть, но он даже не вегетарианец, а сыроед. Сейчас очень-очень много людей со своими концепциями по поводу того, как, чем нужно питаться. Безусловно, в принципе, в плане здорового питания это такое чистое поле, и здесь можно заниматься практически чем угодно. Главный челлендж, главный вызов, который есть, это цена привлечения клиентов, потому что там вот есть некоторая такая иллюзия, связанная с тем, что в интернете нет никаких барьеров для входа. То есть ты создал сайт, и вроде как уже, поскольку ничего не арендуешь, да, там особо много, да, то все у тебя виртуальное, размер полки безграничный, да, бесконечность, то все у тебя и как бы замечательно. На самом деле цена привлечения одного клиента, который совершает покупку на твоем сайте, она может выедать у тебя всю прибыль. Какая у вас цена привлечения клиента? Ну, я бы сказал, что мы стараемся, да, сейчас выходить в то, что цена привлечения клиента, это в районе тысячи рублей. Тысяча рублей, а один клиент? Один клиент. Ну, ничего себе. Это, ну, и это очень-очень хорошее... Это клиент уже или лит, или это покупка? Это клиент, это клиент, который транзакт... Это очень хорошо, у нас гораздо дороже. Гораздо. Мы не можем себе позволить больше, потому что у нас, собственно говоря, представляете, насколько он должен наесть, да, чтобы там окупить вот эти инвестиции только в маркетинг в тысячу рублей, да, то есть, ну, как бы вот для нас, в принципе, мы рассчитываем на то, что он будет не один раз поесть, не два раза поесть, а ему понравится, и он будет заказывать, привлечет еще друзей и так далее. То есть, концепция доставки готовой еды на целый день, это потрясающая концепция, она очень хорошая работа, она работает, люди не будут так питаться все время, потому что это скучно и неинтересно, но для достижения цели это как раз то, что нужно. В тот момент, когда ты ставишь, люди не ставят, не будут они вот с упорством маньяка тренироваться, с упорством маньяка питаться, ну, три месяца он будет питаться, да, но в этот момент это то, что тебе нужно, тебе не нужно думать, тебе дали, ты спокойно съел, через три месяца ты имеешь свою фигуру. Вадим, а скажите, а сколько стоило открыть этот бизнес? То есть, каков первоначальный капитал примерный? У нас уже почти заканчивается время. Я бы сказал, что я не назову там сумму полностью, я скажу, что это порядок нескольких миллионов рублей. Ага, ну понятно, этого достаточно, абсолютно. Хорошо, у нас программа подходит к концу, это бизнес-классный Финам.ФМ, мои гости Анастасия Юсина, президент компании Страта и Вадим Малкин, основатель и управляющий партнер проекта изимил.ру. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за приглашение. Хочу сделать небольшой анонс программы «Сухой остаток», сегодня 18.00 она начнется. Тема возобновления роста или все-таки падения. Торговые идеи, прогнозы по рынку акций. Олег Дмитриев будет обсуждать фондовый рынок. Ну а мы, естественно, как всегда обсуждали бизнес, обсуждали то, что связано с бизнесом, в том числе и здоровье, и личную эффективность. Это был Георгий Вербицкий, программа «Бизнес-классный Финам.ФМ». Делайте деньги с удовольствием. До свидания.